Мой пра-пра-дедушка Варфоломей Шильников жил в городе Кирсе, в Кировской области. У него была большая семья, 9 детей. Сегодня я расскажу вам про двух старших из них, Елену и Петра, так как им пришлось защищать своих родных, свою семью и свою страну. Петр родился в 1918 году. После школы был чертежником. Мечтал поступить в Ленинградское военное училище, стать военным. В 1938 году был призван на русско-финскую войну. Оттуда, не заезжая домой, был сразу переправлен на фронт Великой Отечественной войны. В боях под Ленинградом попал в окружение. В это время его мама получила весточку о том, что ее сын Петя пропал без вести. В то страшное время это могло означать только одно. Но он выжил, и его отряд, и он в том числе смогли выйти из окружения. Потом были бои под Сталинградом, в сражении за Кубань. В семье долгое время хранилась фронтовая газета, где имя прадедушки было указано среди бойцов, отличившихся в боях за Сталинград. Он был сильно ранен под лопатку и был отправлен домой на восстановление и реабилитацию. Его мама, моя прапрабабушка Павла Филипповна, ухаживала за ним, делала припарки, отпаивала травами и руку удалось восстановить. Он снова стал годин к военной службе и вновь призван на фронт. Мы не знаем, в каких он служил в войсках, но родным запомнился один интересный момент. Когда в 2008 году он был в гостях в Крыму, и родственники его провожали в Джанхот, к нему подошел мужчина с вопросом, где тот служил. Это не удивительно, ведь прадедушка Петя не снимал свою форму всю свою жизнь. Так вот, Петр Варфоломеевич ответил просто пехотам. Петр Варфоломеевич, шивник, все служил, слушал интересы родины. После войны жил и служил в Челябинске, откуда ушел подставка, в честь полковника. Елене было восемь раз, когда началась война. Она стала фронтовой медицинской сестрой. Много боли и горя предстояло идее увидеть. Оторванные конечности, кровь, смерти. Осталась фотография, сделанная в январе 1945 года в Трансильвании. Позже она рассказывала, что в этот день было непривычно и торжественно снять у нее медицинский халат и фотографироваться в гражданской вузке. На фронте она встретила своего будущего мужа. Домой удалось приехать только в 1946 году, так как в госпитале налетивались больные и раненые. К тому же нужно было заполнить и сдать в архивы личные медицинские карточки солдат. В дальнейшем архивное дело стало ее профессией, мельной жизнью. Она стала архивариусом. Когда началась Великая Отечественная война, моему прадедушке, Шопину Ивану Павловичу, было 9 лет. На немецкие солдаты пришли в небольшую деревню Корской области. Мой прадедушка вместе с другом Сашей Веревкиным гуляли возле амбара. В амбаре хранились мука, мед и другие продукты. Все продукты немецкие солдаты забрали, а мальчишек связали и закрыли в одном из помещений амбара, где было пусто, холодно и сыро. Несколько дней они провели связанными. Потом их нашли другие дети и помогли освободиться. Долгое время дети все вместе прятались от немцев в камышах, росши неподалеку. Прадедушкин старший брат Николай Шопин был партизаном. 9-летний Ваня часто отправлялся с братом на важные задания. Поддедушка очень хорошо умел ездить сверху на лошади. Ему доверяли очень важную работу – перевозить на лошади зерно от кайбана на ток. Также он возил воду и продукты женщин, обработающих в поля. Говорят, у войны не женское лицо. И это действительно так. Война слишком жестокое и бесчеловечное явление для женщины, призванной дарить жизнь. Война лишь отнимает ее. Я расскажу вам о двух моих прабабушках, которые боролись не только за свою, но и за чужую жизнь во время Великой Отечественной войны. За жизнь в самом большом значении, когда она не разделяется на свою и чужую. Когда началась война, моя прабабушка Лина училась в медицинском училище Краснодара. В августе 1941 года, вместо июня 1942, ее группу досрочно выпустили из медучилища и отправили на Юго-Западный фронт в особый Кавказский полк. Юной девушке приходилось разгружать машины с ранеными, таскать беспомощных людей на перевязки, на рентген, мыть, скоблить полы в палатах, топить печи, стирать и сушить бинты, простыни, солдатское белье. Но линия фронта все более приближалась к их госпиталям, и медсестер необходимо было научить держать в руках оружие. Тут и выяснилось, что у бабушки Лины была природная меткость. Но она до конца жизни воспринимала этот дар как проклятие. В 1942 году ее отправили на подготовку в снайперскую школу пограничных войск НКВД. И уже через несколько месяцев снайпер Красной Армии Ангелины Величко выполняла боевые задания на Закавказском фронте. Часто в снайперский прицел она видела раненых бойцов на поле боя. Бабушка понимала, что только она может спасти им жизнь. И рискуя собой, под огнем противника, она в одиночку вытаскивала с поля боя мужчин, чей вес вдвое превышал ее собственный. Она была настоящим ангелом милосердия. Во время одного из боев она была тяжело ранена и контужена. Осколки снарядов оставались в ее теле до конца дней. Одно из этих ранений привело к ее преждевременной смерти. Но ей далось встретить на войне моего прадеда Павла. Дожить до победы. Родить двоих детей. Работать в разных областях, восстанавливая мирную жизнь. Долгое время она работала инструктором по стрельбе в школе ДОСААФ. Среди военных наград моей бабушки Орден Красной Звезды и Медаль за оборону Кавказа. Я очень горжусь своей прабабушкой. Ее звали Ангелина Потаповна Юхемец-Величко. Но и в тылу было много испытаний. Когда началась война, моя прабабушка Зинаида вместе с прадедом Федором работала учительницей в школе Станицы Бакинской. Она только что родила третьего ребенка, мою бабушку Ларису. Старше из трех сестер, еще не было четырех лет. Прадеда в армию не взяли из-за плохого зрения. И он отправился добровольцем в стройбат. А бабушка Зина с тремя младенцами на руках осталась одна, без помощи. Все мужчины ушли на фронт. И убирать урожай было некому, кроме женщин, стариков и детей. Весь собранный хлеб отправлялся на фронт. За несколько зерен пшеницы или кукурузы, тайком унесенных с поля, грозила тюрьма или даже расстрел. Начался страшный голод. Чтобы прокормить детей, бабушка приносила их в лес и учила искать съедобные корешки растений. Голодных детей вокруг школьной учительницы становилось все больше. Их родители погибали на войне от голода, от непосильного труда. Бабушка заботилась о них, как могла. Находила силы преподавать им грамоту, математику и музыку. Во многих школах в период оккупации Кубани не велись занятия. Но бабушка находила силы и возможности давать им уроки то в сарае, то под открытым небом. Она умела вдохновить детей, и они тянулись к знаниям, находили радость даже в тех нечеловеческих условиях. На этой фотографии моя прабабушка Зина с младенцем на руках и в окружении учеников. Никто не улыбается. Большинство детей босиком и в рваной одежде. Хотя на деревьях нет ни одного листочка. Это ранняя весна 1942 года. В это время прабабушка организовала хор и ансамбль народных инструментов. Всю войну они проводили концерты и верили в победу. Даже когда немцы выгнали их из школы и поселили в холодный барак. Они верили в победу даже тогда, когда приходили похоронки о смерти отцов. Даже когда нечего было есть и не на чем было спать. После войны моя прабабушка за свой гражданский подвиг была награждена орденом Ленина. Я очень ею горжусь. Ее звали Зинаида Евгеньевна Смирнова-Сахань. А еще я хотела бы прочитать отрывок из письма ее брата с фронта. 1 сентября 1944 года. Брянские леса. Здравствуй, дорогая мама. Получаешь ли ты мои письма? Я от тебя совершенно ничего не получаю. Но ты не волнуйся и не беспокойся обо мне. В сентябре я уже смогу прислать тебе более или менее серьезную денежную помощь. Так как мне здесь, на войне, деньги, кажется, не нужны совсем. Как я планирую свое будущее, если мне доведется дожить до него. Мечтаю жить с тобой и Людой. Быть может, даже в Москве. Целую твои руки, обнимаю, Лева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин